такой эффект нашел вот эта катушка под низом индуктор вот подключен к генератору на транзисторе первичная 13 метров одним слоем а вторичная вторичная тут 13 метров потом где-то 10 метров еще там сколько-то черным проводом ну где-то знаю может 30-20 метров где-то вторичная обмотка вот один слой вторичной подки второй слой и третий не целый слой и все как бы нормально никаких обратных летков нет ничего как обычно мотается вот так потом так потом так вот чистота резонанс нагрузы вот и второй внешний провод а это внутренний провод начало без разницы начало вот такой стиллографа подключен подключен второй конец стиллографа вот на землю на минус на корпус вот тут всунутый вот в катушку щупы мультиметры вот и тут чистоту он показывает вот качество резонансные тут вот как руслан как бы говорил начинают синус плясать ну вот если подвигать как бы стиллографом то он как бы пляшет так дергается тут дергается просто у меня камеры 12 раз в секунду снимают там где-то поэтому не видно но если синхронизацию подстроиться там должен почти не дергается все видно что дергается на камере уже наверно не будет там еле видно вот какой-то он такой нечистый получается я вот хочу проверить или это почему почему-то происходит я отключу питание на индуктор чтобы не было никаких там обратной десни шла наводок не делал подключу вот частоту померить на самом генераторе какая она вот 732 килогерца там я уже не помню какая была там было тоже около 700 то есть как бы это не вторая гармоника но почему-то он пляж почему-то нет четкой синусоиды не понимаю вот это пакет вот какие-то такие не четкой синусоиды одна выше другая ниже один горбик выше другой ниже вот и подкручиваю частоту и тут вот вот начинают вот эту как бы плясать вот тут вы видно что резонанс потому что дальше крутить если уходит вот тут он тоже как бы пляж ну вот тут вам непонятно почему он такой как бы нечистый вот тут он пляж ну а дальше если понижать частоту там вот вылазит собственное колебание не примерно и будут вот собственное колебание примерно не на 700 килогерц и есть потому что одна клетка 1 микросекунда теперь и она вот одна клетка и немножко еще если была бы одна клетка было бы мегагерц так как тут больше чем одна клетка значит на где-то 700 килогерц и есть вот это видимо обретная симпульс и потом полимание вот на коллекторе если посмотреть что будет что на коллекторе творится то как-то странновато вот не понял ну что это транзистор открылся это выброс обратный тест почему он так много времени открыт ну давай на базе посмотрим на базе что входит вот перед усилением генератора тут вот прямо угольники входят я в самом затворе я там наверно не посмотрю потому что там щуп достать трудновато питание может выключить там может достать а так там если не сувать можно зацепить не ту ножку попалить все то в общем так наверно рукой подержу а то там зацепить его трубе там можно вот на затворе тоже такие прямоугольники а на коллекторе а на коллекторе вот такая ерунда творит ну вот вот сейчас тупо порегулирую может прямоугольники вылезут Так не станет понятно, что тут такое. Вот теперь какие-то пики. Засинхронизировать не удается. Может наводки наводится. А вот тут какой-то зацеп происходит. Он сам начинает генерировать. Вот кручу-кручу, а потом сбивается. Уже вот такие получаются. А вот эти вторые колебания, это видимо от моего этого самодельного генератора наводки. То есть блока питания. Надо наверно, а потом может, потому что нагрузки нет. Поэтому... В общем, странно. ... 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 Что-то на самом деле как бы не пляшет, а как-то становится одна амплитуда выше, а другая ниже. Вот такая стеллограмма. Если синхронизация не очень хорошая, тогда выглядит как он пляс. Видимо, как-то наводки на транзистор идут или на генератор, поэтому он так начинает как бы искажать синусоиду, видимо, поэтому. Вот эта неровность появляется одна, еще другая ниже. Но вот если посмотреть собственные колебания, они где-то на 700 кГц. По ним самая легче определить чистоту. Вот на эту чистоту теперь теплая катушка. Вот с этой стороны она теплая, с этой почему-то не теплая. А, потому что может вот этот конец идет на землю, и он тут как бы появляется пучность тока, поэтому может вот этот конец в воздухе, поэтому на нем пучность напряжения. вот теперь потребляет генератор вот столько, почти ничего не потребляет. Вон, говорит, Руслан там крутить, то есть писал на форуме. Там надо доли герца крутить, и начнет плясать. Если он об этом плясании говорил, так вот, будет легко вот найти вот. вот тут вот. Это просто не плясание, а вот такие неровности появляются. Раньше у меня такого вроде бы не было. А если заземлить, может если вот этот конец заземлиться, тогда возможно не будет этих плясаний. А теперь астонограф еще подключил вот тут вот, уже на этот конец вот он заземлил. Вот он идет, вот тут проводами наземлил, где у нее другой еще пасциллограф. Так, вот тут вот какая синусоидная. Вот тут что-то по-другому происходит. Вот на такой частоте есть резонанс на где-то 2 МГц. Чуть меньше, чем 2,1,8 МГц. То есть совсем другая резонансная частота получилась. А подключил теперь напрямую. Чуть-чуть воды положить наверх, наверх. что-то не показывает. Что-то не показывает. Чуть-чуть. Вот так вот. Положите один конец. Вот 1,5 МГц. Почти 1,6 МГц. Теперь понижать будем. Вылезли собственные колебания. Дымом каким-то запахло. Частоту немного повысил, чтобы не перезагружался. А тут собственные колебания. А тут где-то на 700 кГц. Как и раньше. Почему-то я их не нахожу. Теперь она опять зашкаливает. А тут вот 900 кГц. Это я не понимаю, почему иногда. А там жарит вот этот колец. 1,7 МГц. А вот теперь понижаю, вот это частота резонансная. Вот, потребляет генератор 0,5 ампера и 12 ампера. Вот частота 849, там было 700 вроде бы. Теперь посмотрим какой конец будет греться. А так как это начало, так она там внутри. А вот тут вот, когда вот так генерируется, тогда ничего не пляжет. Чистая 700. Вот, у меня есть резистор и конденсатор. Это как бы получается делитель. Сейчас я его отцепил. Еще лучше нужно будет. Вот тут что-то совсем другая кретина. Тут уже как бы резонансная. Частота получается вот эта где-то 1,8 мг. Тогда вот так зацепляю. Не защуплю. Вот я просто буду вот так положить. Оттуда выцепить возле этого слоя. И той частоты что-то уже нет. Вот видимо это она, но как-то амплитуда ее не сильно. Нет, это не она. Нет, это не она. Это где-то 1,8 мг. Это 1,7 мг. А теперь попробую через этот вот делитель подключить. Не двигаться. А, кстати. Один… … … Субтитры делал DimaTorzok Все равно вышли. Какая частота колебаний, а тут где-то 1,7 герц, то есть 1,2 герц. Ну вот тут где-то самая большая, 7,1 герц и ничего не пляшет, все ровно. 1,1 герц, 1,2 герц, 1,1 герц, 1,1 герц, каждый раз по разной частоте. Тогда может еще был пронит, но непонятно. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Вот потребляет... Вся система... 3 А... Чуть меньше 3 А... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...